Друзья, всем привет! Мы сейчас сидим в Таллине, в аэропорту, и где-то через 2 часа будем уже в Москве, потому что мы едим на конференцию Эд Краймш. Наше выступление будет в 16.15, выступление длится час, и мы поговорим о различных педагогических сценариях, которые учитель может использовать для того, чтобы наконец-таки начать применять смартфоны в учебной работе. Вот об этом и поговорим. Через призму геологического подхода в обучение. Не в обучение, не ленинг. Учение. Не могу это слово учение говорить, мне вообще никак оно не доходит. Вот сидим, занимаемся нашей презентацией. В самолете еще... Она готова уже? Она готова, да. Но она готова и уже отправлена. В самолете еще может быть чего-нибудь интересного поделиться. Наш самолет уже приземлился. Здесь 53. Люди, пассажиры все уже вышли. Скоро, я надеюсь, будет объявлена посадка и для нас. Ну все. Паспорта у нас. Идем на борт самолета. Наша посадка объявлена. Юрий меня уже ждет. Самолет нас тоже ждет. Летим скоро. Друзья, мы уже в Москве. Не успела заснять в сторис ровным счетом ничего. Потому что как только приземлились, нас тут же францлер отвез на выступление. Мы выступили, посидели. Вот теперь идем по Ленинскому проспекту и пытаемся разглядеть Москву. Вот. Это вкратце. За 30 секунд выложилась информация, которая произошла за последние несколько часов за нами в Москве. Так, мы едем на лифте домой. Ой, он поднимается так быстро. Мама! Ааа, какая красота! Только жутко страшно. От высоты дух захватывает. Оу, выходим на выход. Посмотрите, какой у нас шикарный номер. Ну просто красота. Такой уютный. Завтра покажу, какой здесь вид из окна. Просторный, свежий. Вот. Это я в интерьере. Это я в интерьере. Доброе утро всем. Мы проснулись и идем завтракать. Масштабы этой гостиницы, конечно, поражают. Ну, как раз уж мы засняли, как мы поднялись вчера, надо заснять, как мы сегодня. И спустимся на лифте. Друзья, stories только успеваю снимать в тот момент, когда мы откуда-то выходим или куда-то идем. Очень быстро здесь меняются события. Частота событий зашкаливает. Но сейчас постараюсь на конференции. Так, вот сейчас мы с Юрием идем на конференцию. Сейчас будет кейс-пикер выступать. Буду фиксировать какие-то важные моменты на видео или на своей фейсбук-странице. Так, сниму, как мы идем, для того, чтобы продемонстрировать масштаб этого. А Юрий сказал, что здесь остановился сегодня Ливерпуль. И он мечтал бы попасть, конечно же, на их игру. Или их увидеть. Там же и страниц есть. Так, ну вот. Мы зашли сейчас. О, это я. Вот, 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 это я. Всем привет. Так, ага, я уже отстала от Юри. Вот, друзья, просто буду успевать только снимать. Комментировать на лице. Конференция здесь расположена на нескольких этажах. Сейчас мы пойдем вот в тот зал, куда заходят люди. И будем слушать основного спикера. Людей здесь достаточно много, так вы понимаете. Ну вот, друзья, такой зал. Мест, по-моему, здесь не хватает. Сцена, куда скоро выйдет спикер. Достаточно интересно. Обратите внимание, в темноте зала очень хорошо видно, что люди сидят со смартфонами. Вот вам и bring your own device. Видите, в телефончиках, в телефончиках все. А как иначе? В мероприятии важном, мероприятии значимым, мероприятии значимым для всей системы образования. Для всех тех, кто имеет самое непосредственное отношение к образованию в нашей стране. Вот, here's an amazing progress. You can see a country like Portugal, small countries in Europe actually moving upward every year becoming better. Or countries like Singapore, you know, have always been good, but become better. But those are the exceptions. Much of the world have not seen much change in the rapidly changing world. What we need to do is think harder about, you know, what is the demand of the modern world? What kind of skills are so important in the 21st century? That's what I'm going to do. How can we ensure that we leverage the talent of every learner? Not just one size for everyone, but you know, capitalize on the ideas, on the innovation of everyone. How do we build more innovative learning environments? Where people have more discretion to think about, you know, what do I learn, where do I learn, how do I learn? And then, of course, also change the work organization of schooling. I'm going to be very interested in the presentation. I mean, there are some really, really good experiences in Russia and Moscow for actually making that happen. So that's the challenge of our times. If you think about... And you can see it's a curve where it says a little bit of technology enhances learning and a lot of technology actually detracts from learning. Why is that? You know, it's not a technology. It's a university creating new businesses, new innovations that come from the university. This hub produces 12 billion, what you would see from your students, or what you would see from the administration of your school, if they are knowledgeable about education technology. It's a very nice thing. I like it. I like it, that there is music. It's a kind of... It's a kind of unusual for a kind of event that has a relationship that has been involved with. But I like it. I like it. You don't have a focus on them. They don't can understand, what is right and what is good. If you look at the current YouTube channel, the current internet... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...